Друзья, всем привет! Сегодня 14 августа, понедельник. Вы думали, я куда-то пропал, никуда я не пропал, хотя ролики мы не снимали практически 3 недели. Так вот, о чем сегодня пойдет речь? Я знаю то, что с одной стороны было бы интереснее снимать разные марки, разные модели автомобиля, но сегодня нам подвернулась возможность снять Audi A6 2017 года выпуска, последняя версия, в хорошей комплектации, о ней-то речь сейчас и пойдет. И как обычно, мы не размазываем кашу по тарелке, а начинаем наш обзор прямо сейчас. И знаете, все как обычно, всегда все начинается с внешнего вида, но про внешний вид здесь уже было сказано в принципе неоднократно. Если вы посмотрите даже другие обзоры, всегда все говорят, вот диодная оптика изменилась, решетка радиатора стала более агрессивней. Все вот эти стандартные банальные вещи. Я же хочу зайти немного с другого угла. Вот давайте посмотрим на автомобиль и сравним его с другим модельным рядом. Ну вот, например, A4. Какое различие будет между A6 и A4? Вот сейчас просто задумайся, в процессе видеоролика я прям реальные различия автомобилей назову. Стоя возле автомобиля, с уверенностью можно сказать в принципе, как всегда, одно и то же, то, что он сбалансирован. Если посмотреть на него спереди, сбоку, сзади, с разных углов, машина сочетается. Но вот нет такого, знаешь, тоже сбоку смотришь на машину, она вроде бы как не симпатична. Смотришь сзади, вот к чему-то есть придраться. Да, машина интересна. Зачастую про автомобиль можно услышать такие сравнения, как космолет, самолет. То, что вот Аудюшка такая хорошая машинка, она едет, рулится, статусная машина. Давайте подойдем ближе. Я вам расскажу одну такую простую вещь, с которой вы в принципе сможете согласиться. Вот все вот эти вещи нам вбивают с помощью рекламы. Но согласись, вспомни простой фильм «Перевозчик». Вот в той серии, когда он носился именно на Ауди. Ты думаешь, что случайно там машина оказалась в фильме? Нет, конечно, за это платят денег. Он носится на машине, прыгает с крыши на крышу, погони, всякие перестрелки. И по факту в конце машину ставят с выгодного ракурса и показывают, что она вообще без единой царапинки. Да, я знаю, что там вроде бы была Ауди А8, но суть это не меняет. Факт остается в том, что нам через рекламу, через различного рода вещи пытаются вбить о том, что эта машина очень крутая. И на самом деле многие так и считают. Ведь когда машина приезжает, все сразу думают, ага, вот в нашем случае полный привод, 249 лошадиных сил. Машина очень хорошо комплектована. По конфигурации она вылетает 4,4 миллиона. Ты представляешь? 4,4 миллиона. Вот если сделать простой жест и закрыть вот эти кольца. Вот я же частенько уже про это делаю уклон. То, что вот бренд, бренд, за бренд берут дофига денег. Вот согласись, со стороны любой сегодня китаец может сделать похожий автомобиль по дизайну. Да, он никогда не будет так же хорошо ехать, потому что что-что, но у Ауди очень хорошая управляемость. Но с точки зрения вот внешнего вида, сегодня подделать можно в принципе все что угодно. По факту, к чему я хочу сказать. Вот смотрите, вот сегодня есть BMW i8. Вот согласитесь, это прям шаг вперед. Такая-такая современная машина. Ауди, вот сейчас стоя возле нее. Да, машина интересная. Ее страшно назвать, но никак нельзя. Эта машина такая строгая, солидная. Чего-то такого прям космического на 2017 год в ней, к сожалению, нет. И сегодня есть очень много фанатов марки, которые за Аудюшку всегда станут горой. Но есть и те люди, которые скажут, что да, немцы сегодня уже не те. Рассказывают эту песню о главном, о том, что раньше делали лучше. Сегодня есть маркетинговые заговоры. То, что каждые три года должна выходить на рынок новая модель. Машина после 100 тысяч должна ломаться. Кто-то в это не верит, кто-то в это верит. И в этом даже убежден. Поломки с этими автомобилями на сегодняшний день встречаются. И вот если заглянуть в подкапотное пространство, то нас здесь, в принципе, всегда встречает одно и то же. Есть широкая линейка двигателей, как бензиновых, так и дизельных. Начиная со 190 сил и заканчивая 333 лошадиными силами. В нашем случае, как я уже сказал, 2 литра, 249 лошадиных сил. Разгон у этого автомобиля до первой сотни составляет 6,5 секунд. Расход в городе, реальный расход в городе, порядка 12 литров. У некоторых этот расход может быть больше, может быть ниже. Друзья, все зависит, как обычно, от вашего стиля езды. Естественно, автомобиль оснащен турбиной. Работает он в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передачи Astronic. Максимальная скорость нашего автомобиля 250 км в час. Сборка немецкая. В России их, к счастью, не собирают. Хотя мне было бы интересно, если бы Audi построила завод в России, посмотреть, что же тогда будет получаться с качеством автомобиля. Есть ряд людей, которые на автомобиле вообще никогда не жалуются. Вот наш владелец, к примеру, на сегодняшний день проехал 24 тысячи километров. Он сделал единственное ТО, которое стоило 18 тысяч рублей. Ну, регламентное ТО, все стандартно. И больше у него никаких, тфу, поломок, нареканий на автомобиль нет. Ну, а в автомобиле также, конечно же, на сегодняшний день есть целый список минусов. Ну, по факту, давайте начнем с простого. Вот кто-то говорит о том, что присутствует до сих пор масложор. Одни начинают орать о том, что нет, такого нет, это уже было раньше. Друзья, вот я вам говорю то, что есть на самом деле с 2015 года, если поискать отзывы у владельцев, присутствуют те, кто действительно жалуются на то, что автомобили поджирают масло. Есть нарекания на работу коробки. Как обычно, то, что меняют сцепление, коробка себя не всегда хорошо ведет. Также есть нарекания на турбину. У некоторых она дохнет уже к 40 тысячам. Здесь все по-разному. Отсюда могу сказать только одно. 120 тысяч гарантия и 4 года. Поэтому, покупая новый автомобиль, как вот в нашем случае, думать о том, что полетит коробка, там еще что-то случится. Единственный заморочек, который будет, это доставить тебе автомобиль к дилеру. Есть болезнь задних стоек. Они стучат, когда вы проезжаете по неровной дороге. Обращаясь с этой проблемой к дилеру, как обычно, они все сваливают на то, что все нормально, все у тебя исправно, машина в идеальном состоянии, езжай дальше. Можно встретить нарекания на мехатроник, цепь, катализатор. Про такие вещи, как ходовка, подвеска, я молчу, потому что все вот эти износы подшипников, стоек, все зависит напрямую от тебя, от того, как ты будешь ездить, как ты будешь эксплуатировать свой автомобиль. В остальном же, если постараться быть максимально объективным, читая отзывы людей за новые автомобили, в большинстве своем люди остаются довольны. Но здесь надо учитывать о том, что пробеги у них, как правило, 40, 60, 80 тысяч. Такого, чтобы найти, человек отъездил на машине 200 тысяч за 2-3 года, ну много ездил. И чтобы он написал, что все было классно, конечно же, найти 100% не удастся. Но покупать этот автомобиль на вторичном рынке однозначно должны быть прямые руки, должен быть проверенный хороший сервис, чтобы ты там мог беспроблемно его обслуживать и латать. На основании всего вышесказанного мы тягомотить не будем, пойдем потихонечку дальше. Подвеска у автомобиля, что передняя, что задняя, независимая, многорычажная. На что жалуется здесь владелец? То, что после 15 тысяч пробега он поменял передние тормозные колодки. Казалось бы, то, что многие говорят, вот на японцах все слабенькое, здесь, в принципе, ничего нового. Тоже тормозные колодки быстро изнашиваются. Если поговорить за лакокрасочное покрытие, ну вы знаете всегда, вот у японцев все херовое, вот у корейцев все самое плохое. А вот у немцев, молодцы, 23 тысячи пробега. Если посмотреть, коцки по машине есть. Вот приглядеться, вот здесь, здесь, вот видно от трассы, что-то уже подлетало. 23 тысячи. Что с ней будет через 5 лет? Я вас уверяю, то, что машина тоже будет не в ваховом состоянии. И я вас уверяю, то, что это сделано все специально. На сегодняшний день возможность защищать автомобиль производителю есть. Но кому это надо? Всем нужно так, чтобы ты через 3 года вышел, посмотрел, а машинка-то у тебя уже старенькая стала. А вот вышла новая версия, поэтому ты должен ее продать и купить новую. Клиренс у автомобиля 165 миллиметров. Полный привод от Audi. Хорошая тема на самом деле. Кто уже ездил, сталкивался, работает на самом деле хорошо. И вот тут я хочу задронуть такую тему. А чем же А6 отличается, собственно, от А4? Ну, в первую очередь, автомобиль по габаритам больше. Соответственно, здесь больше все. Больше вес. Машина весит 1 тонну 645 килограмм, что на 150 килограмм тяжелее, чем А4. У автомобиля больше багажник, у автомобиля больше бак. Автомобиль медленнее разгоняет за счет всего этого. 6,5 секунд. Альтернативный вариант с таким же двигателем на А4 поехал бы до первой сутни за 5,7 секунд. И самое главное, конечно же, класс, статусность. А6, даже вот ты в салон придешь, пообщаешься сначала за А4, потом спросишь, а что, например, по А6 можете предложить, тебе сразу скажут, фу, А6 это совсем другой уровень, совсем другой класс. Про А8, как я сказал в начале, вообще молчим. Это машина для тех, кто очень хорошо зарабатывает, либо для тех, кто очень хорошо ворует. То есть здесь уже как пойдет. Ну и, конечно же, цена на автомобиль А6 ценник значительно выше. Но, опять же, значительно, смотря как сравнить. Вот точно такая же комплектация Перу А4 можно было бы забрать за 2,200. Вот этот автомобиль мы забрали за 2,950,000 рублей. Подчеркиваю, скидка составила 1,450,000 рублей. И как показывает практика, многих удивляет такая ценовая политика. Я даже предлагаю вам на выходных, ближайших, снять отдельный видеоролик про цены образования на эти автомобили, чтобы вам все прям подробненько рассказать в течение 10 минут. Но не будем застаиваться на месте. Давайте присядем в автомобиль, ведь он большой, он комфортный, удобный. Вот что нас встречает по пространству. Все отделано красивой кожей. Вот мне такой цвет нравится. Точнее название не скажу. Для меня он просто коричневый, но салон привлекательный. Присаживаюсь в автомобиль. Оп. Если постараться и, в принципе, быть внимательным, то за пороги особо не задеваешь. Есть хороший большой подлокотник. У нас два места, получается, в автомобиле. Раздельный климат-контроль четырехзонный. Присаживаешься, ну, в принципе, удобно. Места реально много. Знаешь, вот на этой машине, конечно, куда-нибудь поехать можно с комфортом. Здесь действительно хорошая шумоизоляция. В нашей комплектации так и вовсе стекла передние пассажирские усиленные. Машина приятная. Сел в машину и кайфуешь. У нас, допустим, настоящее дерево. Это береза идет. У нас хорошая коза же. И в тот же самый момент, если тебе надо, ты можешь взять и разложить свои задние сидения. Вот, например, в Lexus ES250 такой возможности нет. Там вот здесь задать вопрос, а почему я не могу сидения сложить? Это машина представительского класса. Зачем вам складывать сидения? Вот здесь задаться вопросом, если она представительского класса, то есть я, по идее, какой-то директор, я могу принимать решение. Почему за место меня принимают решение? Вот надо мне сложить? Я сложу. Не надо мне, но не буду складывать. В остальном же, обходя машину по кругу, да, большая. К габаритам автомобиля привыкнуть, в принципе, легко. Есть у нас камера заднего вида. Сзади машина смотрится тоже солидно, симпатично. Но вот подчеркиваю, какого-то вау-эффекта у меня, например, не вызывает. Но в тот же самый момент хотел бы я себе этот автомобиль. Зная просто, как эта машина ездит, конечно же, я бы не отказался от этой возможности на ней покататься годик-другой. Багажник у нас большой. Обращаю ваше внимание на то, как сделано крепление. То есть пространство реально живое. Проем большой положить сюда, что-то там, например, коляску, еще что-то можно. Все закреплено, то есть ничего у нас здесь нигде не ходит. Идет сразу белая лампочка диодная. У нас идет докатка. В принципе, все, что нужно для того, чтобы поменять, есть. Ну, знаете, стандартное оснащение для автомобиля. Чего-то здесь прямо такого необычного ты, конечно же, не найдешь. Вот смотрите, тонкость, на которую, например, обращает внимание сам владелец автомобиля. Машина у него хорошо укомплектована. Здесь есть, например, электродоводчики дверей. Но в тот же самый момент крышка багажника закрывается самостоятельно. Нет кнопочки. Садясь в автомобиль, у нас сейчас встретят сидение с электроприводом и с памятью. Но сам руль идет обычный механический. Это минус вот именно комплектации конфигуратора. Ты можешь что-то набрать, что-то будет, что-то не будет. А если заказывать автомобиль авторский, я тебе отвечаю, ты сейчас зайди сам просто в конфигуратор забей. Вот все, что бы тебе хотелось быть. Ценник будет космический. И вот не будем далеко отходить. Интерьер автомобиля. Давайте в него присядем вместе с вами и посмотрим, что же нас здесь встретит. И как обычно, быстрая магия нашего монтажа. И мы уже находимся в автомобиле. Вот смотрите, какая прикольная фишка. Нажимаем на кнопочку, выезжает дисплей. Ну как прикольно, все вы про эту фишку уже давным-давно, конечно же, знаете. Кто-то недоволен то, что вот этот дисплей здесь, зачем он нужен, он прям стоит. Да, его можно убрать, но про это мы говорить не будем. Плюсы-минусы интерьера салона каждый оценит для себя сам. Вот я знаю людей, которые вот садятся в эту машину и думают, блин, 3 миллиона. Ну, вот не впечатляет их машина. По мне же, эргономика салона очень приятная. Ты садишься, сиденье удобное, интерфейс весь автомобиль очень удобный. И все здесь интуитивно понятно. Исходя из того, что у нас комплектация, как я вам сказал, заряженная. У нас есть цветная приборная панель с навигацией. У нас дисплей с навигацией. У нас 4 климат-контроля. У нас идет настоящее дерево. У нас есть вентиляция сиденья. В общем, все, что нужно для автомобиля, у нас здесь, в принципе, присутствует. Рассказывать про какие-то суперкрутые фишки салона я не буду. Вы все это можете сделать самостоятельно, забив конфигурацию. Все цены вам известны. Здесь все, в принципе, зависит от вашего кошелька. Не забываем о том, что торговаться можно и нужно. Не будем тянуть время. Давайте-ка лучше мы прокатимся на автомобиле. Присаживайтесь и поехали на тест-драйв. Первое, что я вам хочу сказать, ощущение от автомобиля, то, что действительно человек. Вот видно то, что машина сделана для людей с денежкой. Сидишь, чувствуешь себя очень комфортно. Шумка вот реально на высоте. 50-60 км едешь по городу. Ну, покажи наши дороги. Вот всегда люди говорят, что ты свои дороги хвалишь. Это вот раз участок, да, смотри, какая дорожка ровненькая. И мы сейчас дальше поедем. Вот у нас были щели на дорогах. Обычно их просто залатывают. В нашем случае все, сняли, закатали новый асфальт. По обзорности тоже, вот боковые зеркала большие, внутреннее зеркало тоже достаточно. Сидишь в машине, ну, знаешь, не нужно вертеться от стойки. Конечно, бывают разные ситуации, когда к ним нужно присматриваться, там, выглядывать. Но это на любом автомобиле. В точке зрения эргономики, скажем так, избитая тема, но тем не менее. Все находится под рукой. Рука на подлокотнике, селектор передач под рукой. До всего дотянуться легко. Машина интуитивно понятна. Вот покажи вот этот участок дороги. Друзья, вот обычно мы сюда выезжали для того, чтобы разогнаться километров 80-100 и проехать хоть по какой-то колейности. На сегодняшний день у нас такой возможности нет. Машина мягкая. В любом случае, даже когда проезжаешь какие-то неровности, если проезжать их с головой, не на большой скорости, а вот притормозить, мягенькая. Подвеска настроена, сбалансирована. Это, конечно, круто. И вот в этом Audi можно поставить огромную пятерку. Мы сейчас едем 60, даем газку в пол. Подрыв есть, машина пошла уже сотка. 110, 120. Ну, в городе мы гонять не будем, но скажу вам с уверенностью одно. То, что на этой машине 249 лошадей, 6,5 до сотки. Погонять на машине можно. Переводя коробку в спорт, мы едем 50, даже 45, газку в пол. Конечно, подрыв, сразу и происходит мощный толчок. Разгоняется машина реально быстро. То есть, прям газку даешь, уже соточка. Вот я задаю владельцу вопрос, а вот на что вообще еще смотрел, покупая автомобиль? Ведь сумма такая немаленькая. Вот 3 миллиона, как бюджет, если рассматривать, то много чего можно посмотреть. Ну и, конечно же, конкуренты. BMW G30 и Mercedes E-класса. G30 на тот момент только вышла. Ну, вот человеку, например, была не по душе. E-класс, ну вот тоже не прижился. С другой же стороны, я не спрашиваю, машина у тебя нафарширована. По сути, есть многие фишки. Там DVD работает. Ну, все, что нужно, парни, есть. Лаунч-контроль присутствует. А хотя потребности небольшие. Ну, говорит, основное, чтобы был раздельный климат-контроль, чтобы были подогревы, вентиляции. Ну, какие-то такие, знаешь, стандартные вещи. И чтобы машина просто довозила из точки А в точку Б. Но в тот же момент машина укомплектованная, я считаю, то, что очень даже хорошо. Хороший прямой участок дороги, 70. И поехали. Вот рядом ехала Kia. Куда-то она хотела ехать. Вряд ли она нас догонит, конечно, вообще когда-то. Но, тем не менее, конечно, на такой машине с Kia двигаться не самое правильное решение, потому что не тот уровень. Но, тем не менее, наказывать людей на скорости можно. Управляется машина тоже хорошо. Перестраиваться на ней не страшно. Но самое главное, все делать с головой. Итак, пришло время подводить выводы. За автомобиль можно назвать ряд плюсов. За автомобиль можно назвать ряд минусов. Кто-то его ругает, кто-то его любит. Придраться, как всегда, есть к чему. Вы все верно всегда говорите, то, что к любому автомобилю можно определить ряд претензий. В другом же случае, если на него посмотреть как на новый автомобиль, любой из нас будет получать хорошее удовольствие от вождения. На секундочку хочу вам сказать о том, что вот такие машины 190 лошадиных сил в базовой комплектации плюс ряд дополнительного оборудования сегодня реально можно забрать за 2 миллиона 100 тысяч рублей. Вот 2 миллиона 100 тысяч проверенная цена. Совсем недавно занимались, прозванивали. Прямо 100% можно подтвердить. Хорошую комплектацию, ну прям вот 190 сил, чтобы она была жирненькая, чтобы она была с полным приводом, стоит рассматривать уже от 2 300-2 400. В любом случае, парни, секретов никаких нет. Берем телефончик и начинаем сами всех прозванивать. С точки зрения ликвидности, автомобиль очень сильно теряет на вторичке. Вот сегодня его покупая за 3 миллиона, через 2-3 года эта машина будет стоить 2 миллиона рублей. 2 100, это прямо уже будет тяжело действительно продать. Каска на автомобиле. В нашем случае, человеку каска обошлась за 60 тысяч рублей. Другие же, например, покупают автомобиль, и им каска обходится в 100 тысяч рублей, 150 тысяч рублей. Цены везде разные. Все зависит от индивидуальных условий. Поэтому всех вас я приглашаю в комментарии. Высказывайте полностью ваше мнение по автомобилю. Пишите все, что вы о нем думаете. Будем вместе с вами его обсуждать. У меня на этом все. Подписывайтесь на инстаграм-канал. Там всегда выходят только анонсы. Там я с вами советуюсь, обсуждаем различные темы. Подписывайтесь на сам канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Обещаю вам, что я никуда не пропадаю. Рад, что некоторые интересуются, спрашивают, где ты, как самочувствие, жив-здоров. Друзья, будем снимать обязательно. Работа на первом месте. Канал вместе с вами будет только развиваться. Всем до новых встреч. Пока.